В 2005 году группа американских экологов под руководством биолога по имени Эндрю Уоллес провела эксперимент, который в свое время вызвал критику и насмешки. Вместе с коллегами из Корнеллского университета он вывез 25 тысяч тонн отходов от яблочного производства кожуру, мякоть, испорченные фрукты и высыпал их на большой. Заброшенный участок земли в южной части Айовы, где раньше был вырублен лес под сельхозугодья, но земля осталась неиспользуемой. Проект, получивший название Orchard Revival, не финансировался государством только за счет частных пожертвований и экологических фондов. Цель была проста – проверить, как органические отходы в промышленных объемах повлияют на деградированную почву. Многие сочли это бессмысленным и даже вредным. Запах был неприятный, местные жители жаловались на мух и грызунов. На участке установили камеры наблюдения, но вскоре интерес к эксперименту пропал. Спустя несколько лет территория начала медленно изменяться. Сначала появились дикие травы, затем кустарники. Почва, когда-то серая и твердая, стала рыхлой и насыщенной перегноем. Остатки яблок разложились, и место стало привлекать птиц, насекомых и мелких животных. Процесс шел медленно, и команда Эндрю прекратила активное наблюдение, оставив только редкие замеры раз в несколько лет. Прошло 20 лет. В 2025 году молодая ученая по имени Рэйчел Скотт, студентка-эколог из Мичигана, случайно наткнулась на архивные материалы об этом эксперименте и решила посетить ту самую точку. То, что она увидела, превзошло все ожидания. На месте пустоши раскинулся полноценный лес. Сотни молодых деревьев, среди которых дикорастущие яблони, клены и березы, образовали устойчивую экосистему. Почва оказалась богата микроорганизмами, в воздухе чувствовалась свежесть, а в кронах пели птицы. Были зафиксированы следы койотов, лис, енотов и даже одного пумы. Камеры засняли, как в лесу регулярно появляются олени и лоси. Участок площадью всего 34 гектара стал уникальным примером того, как промышленный органический отход в разумных пределах и в нужной среде может не только не навредить, но и возродить природу. Ученые опубликовали новые данные, и проект Orchard Revival снова оказался в центре внимания. Многие, кто когда-то называл эксперимент грубой свалкой, теперь признавали, они ошибались. А то, что 20 лет назад казалось неудачным выбросом, стало доказательством того, как человек может без технологий и вмешательства дать природе шанс восстановиться. Дорогие друзья, если вам понравилось видео, поставьте лайк, а также подписывайтесь на канал, впереди еще много интересного.